Всем шалом! Мы в прошлый раз начали и сегодня пытаемся закончить понятие повздания суда. В нашей жизни происходят иногда ситуации, которые нам по ощущению кажется, что это несправедливость, нехорошее и так далее. Тем более время войны и все события, которые здесь происходили, то, что нам изглодеи сделали и так далее. Поэтому есть обязанность такая, есть разнообычи, во время похороны и так далее. И мнение мы учим на этой книге Кузари, что там эта ступень хасида, что все время живет в этом состоянии. Мы немножко учимся общим понятиям, как правильно относиться к так называемой несправедливости, которую мы видим в этом мире. Есть вообще такое понятие и так далее. Недостаточно просто сказать все хорошо, все от Бога, все к лучшему. Человек это не ощущает. С другой стороны, надо искать и оправдания, выдумывать какие-то там объяснения. Вопрос, ли это верно. Ты сказал, что ты точно это делаешь, что это... Да, поэтому мы учим мысли. Кузари там тоже. Это уже третья глава. Это длинный очень отрывок, там одиннадцатый отрывок, он очень длинный. Да, это ступень хасида. Тем не менее, мы общее понятие хотим из этого понять. И поэтому я надеюсь, что сейчас вы помните из прошлого раза и мы сегодня только продолжим. Да, и обычно в своей частной жизни я ощущаю, не тяжело ощутить это понятие справедливости, да, или на частном примере кого-то другого и так далее, какой-то ситуации конкретной. В общем, да, я понимаю и вижу, что мир взаимосвязан, как он лично построен. Тем не менее, в конкретной ситуации у меня нет этого ощущения. Вот с этим вещем пытаемся справиться. Как правильно относиться к ситуации, которая не диктует мне ощущения, что все хорошо, все справедливо, все совершенно, все к добру и так далее. Поэтому сейчас быстро прочитаем то, что было в прошлый раз и продолжим. Мы находимся в наших источниках на первой странице, четвертый источник из книгах Узари. И осознает, хасид, и осознает и глубит в своем сердце нашли. Четвертый, еще цифра 4. И осознает и глубит в своем сердце оправдание суда. Сиддук 1. Такое сознание, которое будет ему, хасиду, этому щитом и убежищем от беда несчастий, происходящих в мире. То есть должно быть сначала определенное сознание, когда придет определенное несчастье, либо беда, оно, это сознание, ставит мне щитом. Оно не спасет меня, оно не изменит реальность, оно станет щитом. А где это? Тот же, кто осознал? Четвертый источник. Четвертый источник? Нет, это не четвертый у нас. А? А, секунду, это у вас первый. Я просто, я в своем листе, у вас первый источник. Ага, ага. Я читаю, это за свой лист. То есть, это не сейчас все изменится и так далее, да? Но это знание, это сознание подготавливает меня к тому, как пока относится к бедным несчастьям, происходящим в мире. Душа находит покой при виде справедливости. То есть, какой Бог создает жизнь? То есть, когда мы видим, да, сегодня, как Всевышеча создает жизнь, есть много законов, тонкостей, нюансов, питает ее. То есть, Всевышеча не просто создало творение, и в мире есть много, там, не знаю, там, черепах, но они в мире нужны только и зайцы и мухи. И эти черепахи, они в состоянии с зайцами за мухами бегают, да? У них слишком тяжелый вес, там, они очень медленные. И они мрут, вымерли все черепахи в мире, потому что нет ни последней пищи. Это же не так. Черепаха медленная, не носит еда, которая ей соответствует. Правильно? Или есть место, в которое когда попадает, как вода, к примеру, да, там, на виде черепах, то она в нем вдруг очень подвижна и так далее. То Всевышеча создает жизнь, питает ее. Каждому творению создает пропитание. И мудро управляет ею. Ты видишь, как все взаимосвязано. Так, что детали этого ум не постигает. Да, детали этих законов ум не постигает. Но постигает общее, наблюдая гармонию в созданном и увиденные вещи, удивительные вещи, законные, которые связятся мудром, желающим и всезнающим всемогущим творце. То есть мы не познаем все нюансы всех законов и почему именно так и так и так. Тем не менее мы видим, что есть жизнь, есть питание у жизни, есть законы этой жизни. Да, черепахи не рождаются на Северном полюсе и умрут от голода. Человек Всевышний управляет миром. И когда им нужно есть и холодно, и что, они идут в спячку, и когда то, и приливы, и отливы. Ты видишь, что все взаимосвязано очень тонко и в нюансах. Ты не понимаешь смысла законов даже до конца и так далее. Сегодня все исследования. Тем не менее, у тебя ощущение общей справедливости. И мы видим три вещи. Первое, что Северный дает жизнь, дает ей пропитание и управляет ею. Поэтому мы видим мудрого, желающего. Мудрость, если есть мудрость, то кто-то желает эти законы. Это не все хаотично здесь развивается. Всезнающим всемогущим творце, который и малому, и великому дает все необходимое. Не только сильные животные в мире живут и выживают. Если слабые, маленькие, крохотные и так далее. И у них тоже есть выживание и пропитание и так далее. У каждого творения есть зримые чувства. У каждого творения есть дух, то есть какой-то свой духовный аспект. И члены тела и органы, соответствующие духу. Мы говорим, что нет души зайца в теле льва. И души льва в теле зайца. Такая дисгармония. У животных такого нет. Гиена, лев, он дает смелости, органы нападения, поражения жертвы. Зайцу и оленю органы бегства и страх. И тот, кто размышляет о создании органов и их пользе. Размышляет. Нужно размышлять об этом. И связи с духом. Какая есть связь между характером животного. Как бы духовным аспектом, поведением животного. И органы, которые соответствуют, дают ему возможность все это реализовать. Как мы говорим, что заяц это воплощение страха. Все время он трясется. И у него есть органы и возможность. У него такое тело, которое позволяет ему на одном месте. Разворот на 30 градусов, на 180 градусов. И быстро убежать. И так далее. И волку придется в этой ситуации остаться голодным. Может быть. А заяц у оленя органы бегства и страх. Который помогает ему все время быть начеку. Не стать жертвой все время и так далее. И тот размышляет о создании органов и их пользе. В связи с духом. И видит в своем во всем этом. И справедливость. И мудрый порядок. Так что в сердце его не останется сомнение в справедливости создателя. То есть мы видим, что это не случайные все вещи. Есть тонкие вещи. Взаимосвязь. Законные. Да. И органы. И у каждого этого и так далее. То есть поэтому, когда я еще не встречаюсь с этим. Я только думаю. Размышляю об этом. Я не вижу эту картинку, когда лев есть огненка. Огненка. Это еще рано. Я размышляю об этом. Да. То я разумом понимаю, что есть мудрый направляющий. Управляющий и так далее. Да. И нет сомнений. Секунду я вижу. Что нет сомнений в справедливости творца. То есть да. Нет такого, что в мире есть животное, которое нечего есть. И оно гоняется за пищей. И это ему не подходит. Это не подходит. И не может поймать никого. Все, что нужно, есть у каждого. И есть силы и инструменты у нападателя. И силы и инструменты у так называемой жертвы убежать. Да. Это как когда ты смотришь на картину в узком порядке. Когда волк ест зайца, это плохо что-то. Но когда ты смотришь на картину в целом. Пытаешься все понять. То ты понимаешь, что у всего есть свой смысл. И творец всем руководит. Да. Мы еще не пришли на частный случай. Мы сейчас говорим в общем о творении. Мы видим, что у каждого творения мы еще не видим картину, кто кого есть. Мы видим только принципы. Да. Тот, кто размышляет о создании органов. И о пользе и связи их с духом. Каждого животного творения. Увидит во всем этом и справедливость, и мудрый порядок. Так что в сердце его не останется сомнений о справедливости творца. Пока он сидит в Бэтмидраши, в лаборатории, у него нет сомнений. А сейчас есть ситуация. Если снова мысли начнут говорить ему, что причиняется зло тем, что заяц служит пищей гиене. Теперь он вышел из своей лаборатории, из своего духовного мира, из Бэтмидраши. Он попал в природу. И в этой природе он вдруг видит, что заяц служит пищей гиене, льву. А муха пауку, у него ощущение возникает. Бедный зайчик, бедная овечка, бедная мушка и так далее. То есть он встретился чем? В связи с встречи. У него есть ощущение, чувство. Чувство к этому что-то другое. Разум построит его. Теперь главный аспект в Хасидии, и мы должны в себе это воспитывать постепенно, что разум он управляет всем. Воображением, впечатлением, чувствами и так далее. К сожалению, мы зачастую живем в состоянии, что разум у нас только иногда проявляется. А главное это импульсивность какая-то, чувство, переживание, реклама, все эти фильмы, ролики. Они основаны на этом, не на разуме человека. Обойти его и так далее. Есть разные трюки. У Хасида же это центральная сила его жизни. Что все направлено управляется разумом. Все проходит через эту призму. Поэтому, когда он встречается с ощущением несправедливости. Волк есть огнем. Разум постромит его. Это ощущение? Да. Есть ощущение, я вижу смерть, еду и так далее. И вдруг у меня есть мысль, которая говорит, какая несправедливость. Это уже не чувство, это уже мысль. Не впечатление, это мысль. Так вот эту мысль сравнит другая мысль, разум. Ибо как он мог приписать зло мудрому? Секунду. Ты ощущаешь зло. Волк ест ягненка и так далее. Но ты ведь до этого увидел, что в мире нет несправедливости. Все устроено, взаимосвязано. Ты не понимаешь всех законов. Ты видишь общую гармонию. Ты видишь, что у каждого духа, у каждого животного, у каждого творения есть инструменты и спасти, и достать, и пробить пищу и так далее. Все взаимосвязано. Есть какая-то мудрец, которая упадет. Почему волки едят ягненка? Почему у меня таким образом паук ест муху, я не знаю. Но я вижу, что у паука нет крыльев. У него нет шанса помыть муху. Он должен умереть с голоду. Но всему счету дал ему возможность спрести паутину. И муха попадется в эту паутину. Не все мухи, но определенно муха попадется. У паука есть возможность ее съесть. Не все мухи попадутся. И не все пауки выживут, потому что он говорит, с голоду. Но в принципе мы видим, что есть инструменты этого. Кто-то это создал. Это не в сарме себе вещи развелись. Сидели пауки и думали так секундно. Мы уже десять поколений ничего не ели. Ребята, у нас крылья не вырастут. Это точно уже мы поняли. Давайте прячь паутину. Это же не так произошло. В одно мгновение были созданы и мухи, и паутина, и пауки. И так далее. Поэтому он говорит, как он мог приписать зло мудрому? Справедливость, которая уже прояснилась. То есть те, кому не прояснилась на предыдущем этапе справедливость, абсолютная, творца в творении, где он мудрый, желающий, всезнающий, всемогущий. Все эти аспекты. Соответствие между духом каждого творения и органами, и чувствами, которые Всевышний дал для нападения и спасения. Тогда ему ничего не поможет. Но если ему прояснилась справедливость, которая уже на предыдущем этапе, то тогда он понимает, что нет никакой нужды в несправедливости этого человека. Когда мы что-то творим, например, человек создал лекарство, и вынужден, чтобы была там несправедливость, потому что я несовершенен. И всегда есть побочные что? Явление. Я что-то создаю, создал машину, так хорошо, замечательно, можно из города в город в городе приехать. Но я вынужден, чтобы были побочные явления, дорожные аварии, происшествия и так далее. Человек не может создать что-то несовершенное. Но Всевышний, который не ограничен возможностями, а он творец, когда мы не творим, что он не творит в рамках этого мира, а он создает в рамках этого мира, он не вынужден так творить паука и муху из-за того, что есть сила гравитации, а он создает эти законы таким образом, то нет необходимости у него в несправедливости. Поэтому то, что ты воспринимаешь вещь как зло, как несправедливость, это неправильное ощущение. Когда я вижу это, очень тяжело побороть это ощущение. Поэтому нужно предыдущий этап, чтобы размышлять об этом, углубляться. Как здесь написано, справедливость, которая уже прояснилась. Ты должен, чтобы до этого у тебя была ясная справедливость этого, не только общие вещи. Тогда, когда ты встретишься с жуткой ситуацией, у тебя будет достаточно сил. Но опять-таки для этого мы все время помним, что мы говорим о Хасиде. Мы не там. Мы только учимся быть Хасидами. И, может быть, одна из причин, может быть, таких духовных, что мы на похоронах не показываем тело во все вредине, как это не вредило и так далее. Потому что это усиливает ощущение, с которым уже мысль не в состоянии обычного человека, по крайней мере, справиться с несправедливостью, смертью и так далее. Поэтому достаточно ощущение, что есть здесь мертвый и так далее. Иначе, когда есть сильное впечатление, то мысль обычного человека – она слова. Она не в состоянии превозобладать над ощущением несправедливости, зла, безысходности и так далее. «Если бы поедание зайцев и гиенами, а мух и пауками было бы случайным явлением, я бы обсудил, я бы его обсудил с точки зрения случайности. То есть, тогда бы я сказал извини, но есть такие ситуации, такие ситуации, и зло, и так далее. Все случайно, да. Однако я вижу, что мудрый, правящий и справедливый дал льву все необходимое для охоты. Смелость, силу, зубы, когти. Пауку дал особое умение ткать паутину. Нет же академии для тканей паутины и магазинов, где не покупают их. Паук создан таким образом, что он умеет запрячь. Он знает, что там будет муха и попадется. Иначе он этого не делал. Хотя он никогда этому не учился, чтобы плести сети для мухи. Ему даны и соответствующие органы, не только идея. Он должен так, у паука есть верная идея, он должен где-то ее реализовать, заказать запчасти. Все в нем находится. И идея, и возможность реализации. Ему даны и соответствующие органы, чтобы он мог оплатить эту работу. Данай ему и муха для его пропитания. Это не просто так он создает. Это сегодня люди создадут профессию, потом не знают, если буду. Может быть уже не смысл в этой профессии, и профессии отменяются, заканчиваются и так далее. Нет, будут мухи. Паук знает, верит, у него есть абсолютная вера, что будет муха. Не может быть такое, что я создал, у меня есть инструменты и возможности, и моя паутина будет пуста, и я все пауки вымыл в нее. Нет. И мы дадим муха для пропитания. Так же, как и многие рыбы даны в пищу другим рыбам. Так что же я скажу, когда я встречаюсь с ситуацией, которая по ощущению, у меня есть ощущение справедливости. Паук есть бедную муху, волк есть огненка. Скажу, что эта мудрость для меня непостижима. Первая вещь. И вторая вещь. Признай справедливость того, о ком сказано совершенные дела Создателя. Ведь я уже убедился на предыдущем уровне, до того, как есть ситуация, что мир устроен очень точно в нюансах, деталях, законах, взаимосвязи между вещами и так далее. Полное соответствие между тем, что есть дух каждого творения и органы, которые ему помогают и так далее. Объединение Хасид, где учится этому качеству оправданий и суда? Не в Торе. Из природы. Интересно, что Рама начинает свою книгу «Вишные Тура» с законов мироздания и так далее. Она пишет, что те, кто смогут посмотреть мир, углубиться и так далее, восполнить любовью ко Всевышнему. Очень похожая идея. Хасид – это любовь ко Всевышнему. А сколько времени человек может проводить на природе, чтобы пройти такое понимание? Мы говорим 30-30-30, да? Не, не знаю. Нужно сейчас целый цедр вроде бы. Интересно. То сегодня может… Сейчас, да? Не знаю. Тут главное не только ходить в самой природе, хотя тоже может быть важно увидеть вещи и так далее. И сегодня многие вещи могут… Но здесь, я думаю, главное веще – размышлять… Он говорит, что нужно быть на природе – размышлять и создание органов. То есть есть вещи, которые человек должен услышать на уроке, а потом сам пройти этот путь, продумать все, может быть еще раз это увидеть, еще раз это осмыслить. Может быть, он возвращается несколько раз, пробуждать себе мысли. Пока он… Пока он… У него достоинства того, чтобы мысль стала в нем Квуа. Как бы… Осела в нем, стала постоянной. Так, к примеру того, который он начнет учить Талмуд, допустим. Начинает изучать Тосвуд. Я начал изучать Тосвуд. Пока понял вопрос, забыл, как бы, уже вообще общую тему. Вспомнил общую тему, продвинулся вопрос, начал ответ, забыл, что Тосвуд спросил. Еще раз. Еще… Титу берет иногда в начале, вообще, как бы, зависит от сил. Да, у меня до сих пор берет это время, да? Начинаешь устно, еще раз повторяешь, повторяешь. Оп-опа, запнулся секунду. А, так… Так, так… Берет много раз, пока ты выстраиваешь себе всю идею, как бы, да? Какой вопрос, в чем проблема. Вопрос такой, вопрос такой. Два ответа, четыре возможности. Почему это не соответствует, противоречивая в другом месте, почему этот ответ верен. Когда человек прошел, там, пять, шесть, десять раз, в итоге он может с любого времени сказать, объясните этот Тосвуд, как он объяснил эту тему, там, да? До конца. Это берет время. Это работа. Не раз прочитал. Мы привыкли, что мы… Я помню всю жизнь, да? Там, берешь книжку, читаешь, понимаешь, закрываешь. Плохая память – прочитай два раза. Хорошая память, допустим, у меня была. Да, два раза достаточно. Вдруг ты встречаешься с вещью, которую не достаточно не надо прочитать. Нужно, как бы, чтобы в тебе выстроилась эта вопрос, ответ, проблема, противоречие, как это пошло, почему это не соответствует, почему этот ответ возможен, но он противоречит. Да? То есть, в предыдущении гморы ты учишься выстраивать мысль такую, да? Чтобы она в тебе осела. И ты просто многих-многих раз вдруг ты ощущаешь, о! Наконец-то эта мысль во мне как бы осела, стала постоянно и ты ее понял. Так и также в духовных вещах, да? Человек углубляется в мир, начинает углубляться, всматриваться, осознавать что-то и так далее. Когда это длинные мысли, он там что-то думает, еще вопросы и так далее. Много раз это проходит, пока в нем это не становится частью его сознания. Ощущение этой справедливости и так далее, да? Тогда, да, он встречается, это не только мысль о природе, это его в жизни, он начинает теперь в каждом нюансе это обращать внимание и так далее, да? Скажем, я когда болею чем-то, то я или иду к врачу, к примеру, да, я всегда прошу, чтобы вы мне объяснили, что мне будут делать, что в чем проблема и так далее. Не важно, что это, да, понять эту мудрость Творца, как все устроено. Я же звонил врачу, он говорит, смотри, если мы тебе зуб вырвем, то есть там, скажем, только там 3 или 2 недели, я уже забыл сколько, да, там, что можно, что нужно поставить временный этот самый этот, как сказать сделать по-русски это, ну, plantain, 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 там, мы зарастаем там, да, и зуб снизу начинает расти, там, у него нет противоречия, он начинает выходить, продолжаться, да, он, нижний зуб там, или верхний, не важно, и так далее. И потом, если захочешь, то нужно будет сделать там, искусственного кица там целая такая мудрость там столько вещей сколько ничего не знают в этом и так далее то есть да и опять не нужно много времени но когда человек допустим болеет время обратить внимание как работа на шесток когда все хорошо все хорошо когда что-то спина болит он вдруг чувствует спина болит и нога болит и там все взаимосвязано и как поэтому это мысль который чек должен возвращаться к ней и постепенно стал его постоянный да это не один нас понял все хорошо и ушел но опять-таки я думаю это не цель но я думаю что побочное позитивное положительное влияние того что включает мару талмуд это как раз возможность действительно вещи снать глубоко невозможно в талмуде у меня был период когда ну понятно почему не получает зачитал потому что ты открываешь рассчитать прочитал вроде как все понятно дальше перешел через пол полстраницы только поймешь что ничего не понял вообще все неправильно понял не только слова не поняли слова уже понимаешь а идея непонятна потому что талмуд требует спокойствия познания и осознания каждого этапа это не книжка которая может позволить тебе быстро все прочитать и закрыть это книжка которая заставит тебя понять все до конца либо ты чувствуешь себя же ты мне класса все время то есть две опции либо ты внутри либо ты снаружи нет такого чек я думаю что позитивно влияет на на вообще мировоззрение как говорила в судаку что иуде иуде иудеевреи это еврей талмуда то есть это талмудическое мышление рейтинге летом начать талмуда это слово бога живого и так далее тем не менее божественному даст не менее позитивное побочное явление да что нам это приобретает такое мышление глубокое у хасида это аспект центральность это не живет импульсами чувствами вожделениями какими-то эмоциями и так далее да а он находится все время как бы в контроле и так далее и поэтому да тот же кто осознал скажу что это мудрость для меня непостижима я не буду выдумывать объяснение этого я знаю что буду я непостижима я признаю справедливость того о ком сказано совершенство идеале создание дела создателя потому что я уже убедился в совершенстве творения поэтому в ситуации где я вижу несправедливость эта мысль сильная которая у хасида она сбалансирует это да ощущение и мысль которая возобладает секунду ты не понимаешь здесь происходит это верно это тебе кажется как несправедливость но я же вчера осознал как это происходит я же вчера понял что эта вещь да поэтому не даю чувству да поэтому может быть в этом аспекте женщина что не очень важный этот эмоциональный аспект жизни да еще наша тема почему это очень важно чтобы в жизни был этот аспект и в сочетании с мужчиной женщина вместе создать какой-то идеальный образ жизни должны создать тем не менее да скажем женщина не может быть свидетелем да как по торе и да потому что нам нужно как раз в суде не не эмоция не ощущение а четкое знание и должен и мне не нужно чтобы ты мне сказала что он его убил чтобы никто четко писал вид как нож прошел между там ребрами и так далее да такое ощущение да если кто наблюдал да то женщина скажет допустим там он его убил там да секунду ты видел как он его убил да я видел как ты видел он в комнату вышел и справись с ножом ничего ощущающие это может там и так далее да но нам нужен четкое свидетельство да поэтому женщина которая у нее очень сильный так лично создался силой до эмоции и так далее то очень важная сила но но не в суде да нужно где каждая сила в этом суде это сила она не лишняя суде я должен знать что конкретно произошло не ощущение не восприятие и поэтому да в этом то есть точки зрения да мы должны в жизни себе не давать в таких ситуациях когда наши мысли несправедливости приходить заключению что есть несправедливость тот же третий абзац сразу тот же кто осознал это то есть что справедливость всевышнего почувствует себя как как рассказывает о нахуме прозванном гамзо в талмуде есть такой рассказ известного мудреца нахум из гамзо да нахум человек гамзо гамзо это была такая деревня место такое на иврите гамзо это два слова гам зо да то есть гам на иврите тоже зо это это да потому что каждый раз когда случалось какое-нибудь несчастье он говорил это также добру гам зо литова это также добру гамзо литова поэтому его называют нахум из гамзо да гамзо это и название места это название еще его духовного места то есть это его прозвище такое было гамзо он говорил все время так же это гам зо гам это также зо это это также это к добру то есть он был на ступени что он видел он не мог объяснить почему как каждая вещь идет к добру но он действительно осознавал что каждая вещь идет к добру и всякий раз когда сейчас какое-нибудь несчастье это также к добру и жизнь его станет неизменно приятно кто-то живет на этой ступени и уже и становится неизменно приятным то есть нет измен жизни да то есть имеется ввиду что мое знание и ощущение изменяет моему знанию у нас обычный человек решил больше не злиться да и снова разозлился так у нас происходит не знаю как у вас да у меня так происходит да человек берет время и исправить качество и так далее да секунду то есть у нас есть измена такая да то есть мы что решаем а потом ситуация она стирается наши решения человек больше нестих пирожных сегодня в таком настроении после него так не хочу он пошел возле этой кондитуре кондитуре кондитерской и там было такое там изобретение такое и он не смог устоять и все да то есть мы часто что-то решаем но наша мысль слабая наше решение она слабая на сознание слабый поэтому эмоция вожделение какое-то она сразу стирает поэтому его жизнь человека где где это сила разума сознание но сильная центральная не отменяет не за счет эмоций но она управляет ими да и когда это эмоции противоречит осознанию то знание оно решающее эмоции должна поддержать знание чувство должно его развить и углубить тогда но если есть противоречие между ощущением между чувством и знанием осознанием то создание она решающая поэтому такого человека жизнь станет неизменно приятной потому что его знание и ощущение еще не изменяет его знания всегда умеет над ними властвовать да злость от вверх я имею ввиду злость когда ты иногда он уплыв эмоций такой но не на человека а на ситуацию это хороший вопрос сейчас не наша тема потому что начнем говорить про ее не знаю что поговорить понять что ты имеешь ввиду зло на ситуацию да это человек обычно не злит на ситуацию зависит на себя на кого-то на бога там других да обычно злость это плохая вещь вопрос что ты имеешь ввиду подменяем злости да и так далее я просто могу сейчас войти вы иначе мы неизменно хочу закончить и его жизнь станет неизменно приятной в несчастье ему будет легче не потому что он создаёт почему это происходит но не даёт этой мысли и сказать что все здесь и что что мне мешает не мешает ощущение что же здесь справедливость какая-то зло ужас его происходит да и чувствую что вещи мишни из-под контроля да что нет шанса и так далее отчаяния такое нет я знаю есть тяжелая вещь это вещь которая в рамках закона да есть кто-то кто этим управляет все добру и так далее а так он во-первых у него жизнь будет измена приятной в общем в несчастье и будет легче да ведь наше ощущение от несчастья да это она решает как мы к этому счастью относимся да то есть человек потерял деньги вопросы к этому относятся да если он для него деньги самое важное в жизни то все это капец жизни если он понимает что есть еще аспекты в жизни кроме денег да там же этом мораль человека его духовное состояние может быть так лучшему даже может быть он украл деньги не вернул и теперь он потерял такое-то важное возмещение он даже рад этому даст 1 1 1 так ему неизменно приятно в общем жить в несчастье и будет легче еще одна ступень возможно что и рад будет ему этому несчастью почему осознавая собственную греховность и как заплативший долгу почувствовать облегчение то есть еще один этап человек осознает что не все в жизни совершенно есть поступки которые они не соответствуют духовной сути желание творца и так далее да и как превышение скорости за это и штраф да такие за духовные преступления есть штрафы и так далее и он чувствует что есть возможность в общем до очиститься может быть каждый может себе каким-то образом там вещи более глубоко объяснить и так далее не менее да он почувствует облегчение как человек который и рад будет воздаянию есть облегчение еще одна ступень будет рад воздаянию здесь человек совершил что-то и должен хочет очиститься и он не находит ты или не помнит это или находит возможности это изменить или там и не все сам может и вдруг есть возможность очистить себя от этого определенным образом будет этому рад да иногда с детьми это тоже может быть они со взрослыми с детьми может быть даже ребенок иногда в состоянии что он действительно он чувствует сделал что-то нехорошее ему нужно помочь попросить прощение не ожидать от него а может быть позвать его объяснить ему помочь его против прощения помочь ему сделал чего да потому что он хочет но он не умеет как когда ты ему помогаешь то он рад очищению так и здесь да всевышний помогает тебе очиститься если в тебе эта мысль хасида да что все справедливо и так далее но центральная то ты будешь рад воздаянию его ожидающим обрадоваться ему тому еще одна ступень что его пример люди научатся терпеть и соглашаться с волей бога может быть еще ступени кроме моих нищих может быть проблемы и так далее там в чечении может быть вообще здесь может всевышний вывал меня ни за что меня не наказывает а может и наказывает а может быть и не наказывает а может и то и другое но у меня есть огромная справедливость ведь кроме личного очищения люди видят меня как я страдаю и как я прохожу это испытание это влияет на других людей до обрадуется он тому что по его примеру люди научатся терпеть и соглашаться с волей бога все еще не знаю что вывал этого праведника послали испытания знаю как он их пройдет и это повлияет на окружающих людей которые научатся жить более глубоко в этом мире они научатся принимать более глубоко желание творца проходить испытания и так далее то есть кроме личного аспекта есть еще влияние на других людей очень часто пример да мы видим как сегодня допустим родители погибших солдат там или пленных как они реагируют да есть те кто действительно реагируют невозможных судей да мы не знаем как мы бы ввели себя в этой ситуации если бы наши детей похитили там и тогда один нас но есть те которые ведут себя как бы да что они центр жизни и ради его или у ребенка важнее всего опять таки я не сужу не знаю что бы со мной происходило себя возраст ситуации да но я щас кружу как бы точки зрения каждого разума да и когда ты видишь родитель который проходит такое испытание говорит там убили пленных наших наших солдаты да когда те которые бежали когда это мать одного из убивших говорит мне никакого злой мысли плохой или обиды на солдат и так далее вы делали то что должны были сделать я рада что вы это сделали не потом рада что убили сына да но солдаты были на миссии она чужая что они на центр жизни а народ израиля воюет и на войне есть ошибки и трагедии и неточности и так далее и это часть этого я не знаю что это все ответственный хамас так далее я я не абсолютно 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 не злюсь как это подлинноте сколько это поддержало дух народа не только солдат вообще всего народа человек выбирает то все они на этом а наступе хэсидут находится иногда человеке проявлялись такие элементы вдруг что в ситуации войны еще по кругу происходят разные ситуации разные вещи которые обычно жизни не происходят с обычными людьми и во время войны люди иногда поднимаются на высокие ступени где потом может быть через два часа он уже там не находится он возвращается своей предыдущей жизни простой но иногда есть такие вещи как солдаты которые пишут там не знаю там письма что-то плен так далее в каком случае не покупайте меня не освобождайте никого ни один и житель народа израиля не не пострадала за меня там и так далее и религиозные светские люди молодые парни на таком уровне находятся такая само пожертвование ради общести израиля для народа израиля для государства израиля для добра а без ну это да так хасид ощущает себя да что его пример научиться люди терпеть нас волей бога более высоко как и проставлять имя и славу его который во всем этом раскрывается то есть да хаси чувствует что его это не только его личные вопросы вообще имя бога в жизни это на личном счастье из кузыри приходит тому как нужно относиться теперь ну а с народом что происходит если личные проблемы там и так далее а с народом национальные проблемы общественные проблемы и так далее да голлут изгнания терроризм войны убийство насилия холокост так далее и также как и личным невзгодам также как и личным к личным невзгодам он отнесется и к общему, общественному несчастью. Когда возникнут у него смертельные мысли о длительности изгнания. Да, 2000 лет. 2000 лет мы в изгнании. Сколько можно ждать и верить, когда это случится. То в нашем поколении это уже не с питанием. Мы видим возвращение. Мы уже здесь, отчасти и так далее. О длительности изгнания, рассеянии народа Израиля. В принципе, что мы на земле и что мы рассеяны по всему миру. Может, не все, кто беспокоил, но еврей, который живет в веру, он говорит в секунду. Какой шанс, что мы соберемся? Смотрит на рассеянный народ. 2000 лет по миру. Нет связи между общинами. Говорят на разных языках. Какой шанс, что мы соберемся снова? Какой шанс, что то, что написано в порочиях, будет исполнено? Нет этому никакого шанса. Нет там никакого шанса. Бедности народа, его немногочисленности, то отчаиваются. Реформисты, потому что реформизм, основа реформистов, что не отчаялись от геулы, от избавления. Их желание было не сбросить себя Тору и заповеди. Они считали, что Тору и заповеди это средство, которое нас держит в Галуте, чтобы мы остались народом. Когда они увидели, что такой длинный Галуте нет шанса здравым, логическим смыслом, как бы, и логичек объяснить, как мы вернемся, есть какая-то программа, как мы снова станем народом. Ведь ни один народ не вернулся в свою страну, был издан, вернулся. А мы 2000 лет уже, то они отменили Тору и заповеди, как часть отчаяния от того, что мы снова будем народом в своей земле. Поэтому первые изменения, которые были, это не было отменение Тору и заповеди, а это было изменение различных обычаев. Не пели в Рошашинах песнях на свадьбах в следующем году построены в Иерусалиме и не пели на свадьбах песни и пророчества о том, что они все это не пели, еще на свадьбах поем песни из пророчества, еще будут услышаны на горах иудеи и в городе, и в округах Иерусалима голос невесты, голос хатана, жениха, голос радости, голос веселья, и всевышнюю возрадуется нам, как радуется жених невеста, так возрадуется всевышнюю нам. Все это они перестали петь. Ну, такая большая вещь, перестали петь. Нет, они отчаялись от избавления, не учили кузырей как правильно относиться не только к личным трагедиям, к общественным, национальным трагедиям. Поэтому сначала учащится мысль о справедливости и божественного суда, как я уже сказал, вспомнил про паука и про муху и про льва и про ягненка. Вспомнил, как Всевышний Мудр устроил мир и что в мире нет несправедливости. Я не знаю объяснения всему, но я вижу, что все точно создано в нюансах, деталях, с мыслью. Я не могу все объяснить, но я вижу в общем идею гармонии, взаимосвязи, желания, управления. Нет хаоса в мире и так далее, в мире природы. Так сначала он течется мысль о справедливости и божественном суда прежде всего успокоиться. То, что я вижу, это не хаос, это не конец всему и так далее, есть в этом божественное управление. Как я уже сказал, а затем, на втором этапе, сознанием того, что страдания очищают от грехов. Наш народ, как мы говорим каждый шаббат и в Мусафи, в них отдают, в грехномерце, но из-за наших грехов мы не в шаббатах, а в празднике, в Рушходах, тогда мы сами говорим из наших грехов будет издан из нашей земли. То в испытаниях этих это не просто месть Всевышнего, это очищение. Всевышний не мстит своими наказаниями, а очищает нас. Так и мы должны своих детей, если мы наказываем своих детей за что-то, это же быть такой наказания, который помогает ребенку очиститься, исправиться, стать лучше, воскрит в себе внутреннее добро и понять то, что зло, которое бы привело к этому поступку, это была внешняя вещь, а внутренняя духовность был в нем усилий. Ни в коем случае это не месть какая-то, это тяжело, так нужно себя вести. Так и здесь человек должен ощущать, что страдания очищают от грехов и ожидания вознаграждения в грядущем мире. Есть вещи, которые я не вижу, но я знаю, есть традиция пророческая, что в будущем у нас будет вознаграждение, будет Оля Маба и так далее, будет Геула, избавление, оживление мертвых, Машия придет, храбрый срок, я жду ожидания вознаграждения. Если прилиплется к божественному аспекту в нас в этом мире, когда я очищаюсь от материальных вещей, если страдания меня очищают от различных аспектов этого мира, то я прилиплется к божественному, у меня есть возможность прилипиться к божественным аспектам в этом мире. Но если это не поможет, когда мы видим такие страны, когда мы смотрим, видим Холокост 7 октября, поэтому специально будет 7 октября, хотя это нееврейская дата, тем не менее, вместо того, что говорят иногда здесь по радио, по телевизору, говорят проклятый шаббат, тут проклятый шаббат, проклятый шаббат, шаббат, но не проклятый, 7 октября, он же проклятый, но не шаббат, но проклятый. Тем не менее, если он снова сатан вновь вызовет в нем отчаяние. Смотри, какая ситуация. Смотри, что происходит. Оживут ли эти кости? Это отрывок из порочества пророка Хискеля. И пророк говорит, скажут люди, так говорит пророк о нас, что в будущем люди скажут, а эти кости снова оживут. После того, как он был убит и уничтожен, и его кости разбросаны по пустыне, это Галут называется в пустыне, по долине и так далее. То есть уже нет жизни, есть же кости, нет никакой национальной жизни, все-все-все-все. Только кости остались. И есть шанс, что кости оживут, ибо забыты мы народами, и память от нас исчезает. В мире уже нас никто не помнит, что такое от Израиля. Есть евреи, да. Народ Израиля. Уже наша земля называется Палестиной, уже не земля Израиля. У них другое имя. Так, как будто бы уже есть другие народы, мандаты, всякие там турецкие, и так далее, английские, и все. Как говорят, высохли кости наши, погибла наша надежда, и суждена нам гибель. Так описывает пророк наше ощущение в Галуте, что мы отчаялись полностью. И это не только в Галуте, это мы еще не вышли с Галута до конца, мы только начинаем выходить, продолжаем выходить. Да, еще и физический народ находится от счастья в Галуте, да, и духовно, понятно, культурно. И сегодня увидим такие события, теракты, войны. Сегодняшняя ситуация, люди просто из-за глупых новостей, как бы, да, не до конца сознают, но это очень тяжелая ситуация, казалось бы, вообще тупиковая, да, если действительно все арабы решат, там, с нами воевать, и так далее. Не так много у нас есть друзей, союзников и так далее, с точки зрения логики. То есть, ощущение очень тупиковое, да, все там говорят, «О, Нитанья, он может это все сравнять!» Я не уверен, что если бы каждый из нас был лидером государства Израиля, и действительно, действительно нес ответственность на своих плечах, что он так бы ощущал, что он так бы все легко делал, да, он не знает всех расчетов, но ситуация очень, очень, очень сложная. Не все так легко, как нам кажется. Кто-то два месяца назад подозревал, что будут Йеменки стрелять палами-баллистическими ракетами, а то, что мы полгода до этого, или не полгода месяца до этого удачно провели испытания этой ракеты, которая сбивает эти ракеты, какая ЖКХ Всевышнего, а? Кто-то знал, планировал, что у нас будет Тайман, будет там стрелять баллистическими ракетами и так далее. Вдруг у нас есть ракета, как сказали в новостях, это, да, первая космическая война, то есть, да, потому что наша ракета сбивает эту баллистическую ракету, да, не здесь, а там в космосе еще, то есть, да, и так вдруг случайно именно у нас, именно пару месяцев до этого мы закончили удачное испытание этой ракеты, которая сбивает эти баллистические ракеты, и мы говорим, ну, какая случайность, интересно, Мы сейчас знаем, что еще может произойти, и так далее. Но когда люди так отчаялись, что нужно делать? Он вспомнит, Хасид вспомнит об уникальности выходя из Египта. Почему уникальности? Потому что, когда мы были в Египте, не было никакого шанса, что у нас будет народ, и мы будем туда. Здесь убивали, уничтожали, насилили, замровывали, топили. Что с нами только делать? Наша земля была по властью семи народов. У нас было никакого духа, мы были рабами, ничего не хотели, никуда не стремились. Шанса никакого логичного не было, что из нас что-то получится. Что вообще мы освободимся от чего-то, куда-то придем, сейчас они народом. Но наш народ помнит это национальное событие, выход из Египта. И слова молитвы, сколько добрых дел создали нам Всевышний. Это та песня, которую мы поем в пасхальную ночь. Дай ей, ну, дай ей, ну, дай, да. Это отрывок из этой песни. Поэтому возвращение народа к прежнему благополучию не окажется, пока не покажется, ему невозможным. Секунду, так же, как в Египте не было шанса, что мы будем народом. Так и сегодня. Я не знаю, как это будет. У меня есть ощущение, что это импульсивышний. Никакой преграды, чтобы это было. И даже если мне кажется, такая несправедливость, такое насилие, такие Хамас, такое убийство зверское и бесчеловечное производит. И ощущение, что все, как бы, холокост снова возвращает и так далее. Нет, я не даю этой мысли обладеть, потому что я знаю, мы вышли из Египта. Это тоже не было шансов. Поэтому значение народа прежнего благополучия не покажется ему невозможным. Даже если останется только один еврей, как сказано, не страшись червякова. Проговорит, не страшись червякова. Что червякова? Ведь что останется, оставшегося чревом в могиле? Только червя останется. Да, даже если будет один червяк, даже если один еврей останется, из него выйдет народ. Народ вернется в землю, построит свое государство, все будет хорошо. То есть мы видим, что для этого мы так, может быть, централизируем, мы Тора централизирует идею выхода из Египта. Потому что такой прецедент, который, если мы углубляемся в это осознание, углубляемся в это сознание, то у нас не должно быть мысли такой отчаяния, который говорит, как мы снова, как мы, ну и какая безвыходная ситуация. У нас были безвыходные ситуации, мы видели Творца, который нас умеет выводить из ситуации. Да, и это было в прошлом, это будет в настоящем, в будущем. Здесь в конце, я вам здесь еще привел один Тегерин, 94-й, потом уже сами уже посмотрите, да, здесь тоже, мы говорим это каждые 4-й недели в Емрубии, Царь Давид здесь говорит про то, что как люди возмущаются, где судья земли, почему все так безнаказанно, почему злодеи ликуют и так далее, да, и Царь Давид здесь упрекает, да, не видит Господь, не разумеет Бога Якова, где Бог, где Бог, где Бог был во время Холокоста, где Бог был 7-го октября, где, где Бог был, где всегда люди чувствуют, отчаяние такое, чувствуют такую несправедливость, да, Царь Давид, продолжая идею Кузыря, да, может, про модель людей Кузыря, да, говорит, если не покинет Господь народ свой, если не оставит и так далее, да, опять-таки, да, помню идею из Египта, да, поэтому должны изучать выход из Египта, кто не верит в выход из Египта, не изучает это, у него нет шанса справиться с Хамасом, потому что ощущение, что арабы нас победили, злодеи нас победили, все против нас, в ООН, что происходит в ООН, видишь, что происходит, такое антисемитизм, это просто такое вранье, просто, если уже это слушать и смотреть, какое просто может лицемерие, обман там и так далее, наша глава правительства встретился с президентом Красного Креста, принес ей на стол коробку с лекарствами, передавшим пленам, она это не взяла, может быть, что-то будет быть откровением этого, что они против нас поддерживают Хамас, весь мир, кто задумывается об этом, он скажет, у меня такое отчаяние, весь мир против нас, чтобы не было сомнений, есть выход из Египта, есть Всевышний, есть история, ее помним, каждый вспоминает два раза в день выхода из Египта, и сейчас идем молиться, это должно нас оживить, ощущение и знание, что Всевышний с нами нас не справил, шаббат шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова